Уроки, репетиторы, контрольные и диктанты позади. Впереди у школьников три месяца отдыха. Уже в первые дни каникул в детский оздоровительный лагерь Синезерки приехали более 300 мальчишек и девчонок. Всего в этом году здесь отдохнут более тысячи школьников. Для комфортного отдыха детей в Синезерках созданы все условия. Как и всегда, особое внимание уделено подготовке лагеря и с точки зрения противопожарной безопасности. Лагерь готов по всем параметрам пожарной безопасности. В Синезерке произведена проверка пожарных огнетушителей, пожарной сигнализации, выведен мониторинг систем пожарной безопасности на пульт Главного управления МЧС России по Брянской области. Создана добровольная пожарная дружина. На территории лагеря существует мобильная мотопомпа, которая осуществляет в случае возгорания моментальное тушение. Самим отдыхающим о правилах безопасности приехали напомнить сотрудники МЧС. В рамках Дня безопасности школьники приняли участие в учебной эвакуации, а также в конкурсе рисунков на асфальте. Разноцветными мелками юные художники рисовали огонь и пожарных спасающих людей. Задачей является в первые дни заезда детишек напомнить им основные меры безопасности в быту, техносферные вопросы и на природе. Мы привозим сюда технику, инструмент, привозим сюда пожарных, спасателей, которые вместе с преподавателями напоминают детям об этих основах. Все это проходит в виде конкурса, викторин. В День безопасности в лагере развернулась выставка спасательного оборудования. Школьники смогли поработать с металлоискателем, а также с приборами дозиметрического и химического контроля. На мне одета защита для поисково-спасательной службы. Эта одежда, как мне рассказала инструкция, предназначена для поиска мин со времен Второй мировой войны. Вот, например, вот этот щит весит 16 килограмм, плюс еще шлем и очки. В общей сложности где-то 20 килограмм. Почувствовать себя настоящим спасателем, примерить форму и потушить пожар. Воспитанники лагеря могли в ходе веселой пожарной эстафеты. Желающих примерить на себя бойцовскую форму оказалось немало, ведь стать бесстрашным спасателем – мечта многих мальчишек. С помощью эстафеты юные воспитанники лагеря смогли понять, какими навыками должен обладать настоящий спасатель. Он должен быть смелым, отважным и должен быть везде, где находятся пожары. В завершении мероприятия самые активные участники эстафеты получили подарки от сотрудников МЧС, а также от Брянского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. Кристина Протхилова, Максим Кузнецов, События, Навлинский район.